всем привет дорогие друзья с вами снова дарин и сегодня очередной выпуск хроник давно минувших дней и сегодняшний выпуск я бы хотел посвятить франшизе горец то есть сейчас я буду рассказывать как я с ней познакомился и собственно в какой последовательности происходило мое знакомство с этой франшизой то есть началось все приблизительно в году наверное либо 93 либо 94 тогда соответственно судя по всему где-то по телевидению я как раз таки увидел первый фильм то есть горец от режиссера соответственно у нас получается расала малкахи вот то есть значит что мне в принципе тогда больше всего запомнилось но конечно музыка группы queen то есть в принципе это может рассказать львиную долю успеха этого фильма сделала конечно шон коннери потому что это был наверное второй или третий фильм я уже точно не помню шоном коннери который я увидел то есть в данном фильме он играл наставника главного героя коннера маклауда рамиреса вот значит и в принципе сцены с участием рамиреса в этом фильме одни из самых лучших вот ну и конечно понравилась сама история то есть про бессмертных которые живут соответственно на земле среди обычных людей то есть всячески маскирую свое присутствие и сражаясь друг с другом то есть потому что убить они могут друг друга только отрубив голову и получив силу и знания оппонента своего вот то есть как раз таки действие у нас перемежается между что называется прошлом и будущем то есть главный герой коннер маклауд в исполнении скажем так кристофера ламберта вспоминает как получил свое бессмертие потому что то есть бессмертному чтобы стать бессмертным нужно умереть насильственной смертью ну и также различные какие-то нам эпизоды из вот его так скажем долгой жизни показали то есть как 16 веке он именно обрел свое бессмертие как его нашел и тренировал рамирес потом как он значит путешествовал по миру то есть было во франции накануне великой французской революции потом переехал в 18 веке жить нью-йорк вот и соответственно события 86 года когда значит уже показано что в мире осталось достаточно мало бессмертных и значит там как раз таки коннеры встречает своего давнего врага кургана то есть одного из скажем так могущественных бессмертных вот об этом был первый фильм и дальнейшее знакомство с франшизой у меня пошло через мультсериал горец что было интересно в этом мультсериале смотрела его где-то в году девяносто четвертом него насколько я помню от кого-то из знакомых принесла на кассете мать там где-то было первые несколько серий первого сезона и история разворачивалась именно таким образом что на землю где-то начале 21 века упал метеорит из-за чего почти все человечество вымерло то есть остались там какие-то только незначительные его остатки как раз таки животные все мутировали а значит соответственно бессмертные собрались то есть далее специальную как бы клятву отказавшийся от вот так скажем большой игры так называемый то есть от вражды вот и стали так называемыми отказавшимися то есть специально чтобы сохранить знание накопленного вот опыта за века за долгие века своей жизни вот чтоб скажем так возродить человечество вот единственный бессмертный кто отказался давать эту соответственно клятву это был некий картан то есть он арма клауд бросил что называется ему вызов и погиб поскольку все как бы так скажем на клятва отступники обречены на смерть и тогда был такой вот пророчество древние что когда нибудь появится новый бессмертный который не будет скрепленными на этой клятвой и который может бросить вызов соответственно картану значит в принципе человечество так скажем деградировала то есть технологии все забылись то есть люди живут как средневековье где-то первобытно общинным строем то есть где-то есть какие-то центры и города где технологии сохранились тот же самый картан такой вот тиранической просто диктаторской властью правит в таком на самом деле достаточно технологичном городе маконда что как бы происходит то есть есть такое скажем так поселение неких дандрийцев на которых вот солдаты картана нападают чтобы увести их в рабство потому что вот маконде нужны новые рабы и в процессе этой битвы то есть они убивают квентина и вот его мать ну точнее мать они смертельно ранят а квентина убивает квентин потом называется очухивается вот а мать умираем и говорит что он значит было оказывается неродным сыном и что он последний из рода маклаудов его соответственно ходит рамирес начинает его тренировать и соответственно сводить с другими отказавшимися чтоб те передали ему свое знание силу то есть если значит бессмертный приняв клятву становится отказавшимся по версии этого мультфильма то значит он в принципе не через отрубание головы а значит просто через при определенный обряд может передать свою силу и знания другому бессмертному при этом став обратно смертным и значит право приключения рамиреса и квентина повествует этот мультсериал к сожалению у него нет логического конца потому что вышло всего его два сезона то есть точно тогда я помню что у меня этот в детстве мультсериал очень сильно поразил потому что он с одной стороны был детским в какой-то степени а с другой стороны очень мрачным потому что показывалась вот это вот скажем так разруха и упадок человечества после глобальной катастрофы какое-то время спустя стали показывать телесериал горец с эдрианом полом вот по версии которого у нас уже главный герой это дункан маклауд вот самое что интересно то есть изначально хотели чтобы эдриан пол играл именно коннора маклауда поскольку кристофер ламберт на тот момент уже был достаточно известный актер и обходился бы очень дорого а эдриан пол только снимался по факту в сериалах и в принципе обходился дешево но пол настоял на том чтоб значит он был совсем другим персонажем и вот в первой серии которая в детстве не видела нам показывали что дункан маклауд это ученик как раз таки именно коннора маклауда и вот соответственно про приключение уже духа на маклауда был сериал с детства помню отдельные серии в прошлом году я полностью пересмотрел хороший этот сериал был отдельными серии действительно были отдельные серии особенно в тех сериях где так скажем дункану не приходилось сражаться с другими бессмертными но к сожалению потом как-то создатели они больше стали концентрироваться последующих сезонах именно на поединках дункана с другими бессмертными то есть как-то это так скажем стало более такой основной темой какие-то интересные там были условия контрактов что часть серии нужно было снимать в канаде то есть там значит у нас был определенный американский город где как бы дункан живет а соответственно вторую половину сезона снимали в париже во франции что он значит между двумя городами постоянно ездит сначала у нас первом сезоне упоминался сбор что было в первом фильме что дескать значит все бессмертные то есть время сбора что все бессмертные должны как бы собраться то есть таком решающем поединке пока не останется только один но вот со второго сезона что называется создатели просто забывают про вот эту сюжетную линию то есть начинается линия так называемыми наблюдателями то есть это именно тайное общество которое значит наблюдает за бессмертными и ведет что-то вроде их таких вот хроник то есть таких вот житие вот то есть думка кстати встречается со своим наблюдателем джо доусоном то есть ветераном вьетнамской войны который потерял там обе ноги основная вот сюжетная линия она очень сильно себе противоречило из сезона в сезон чем была беда как мечта этого телесериала замечательного так что поэтому лучше как бы смотреть какие-то вот отдельные серии они просто в этом вопросе шеврадальны чем какую-то вот основную именно сюжетную линию тем более что такие вот рояль и фредди мерклери в кустах там встречались постоянно то есть например в одной из серии уже таких поздних сезонах то есть доусона судили другие например наблюдатели за то что он открылся перед дулька нам маклаудом что он должен был сохранить все в тайне то есть думка на этом суде присутствовал активно там доусона как своего друга защищая но тем не доусона там приговаривают к смертной казни чуть и там его не расстреливают он там чудом выживает а вот уже через несколько серий значит выясняется что что-то там они значит с дунканом доусон поругал доусон и дункан поругались доусон просто уходит из соответственно наблюдателей вот и они опять как бы с дунканом что называется мирятся да и доусон опять возвращается к наблюдателю то есть и вот тогда к чему были вот эти серии что его там судили за нарушение клятвы и чуть не расстреляли ну там такого честно говоря полно вот но впоследствии мне попался где-то надо в году девяносто восьмом наверное идет седьмом на tv3 такой фильм как борец 3 то есть кристофером ламберта идея была очень простая и тогда просто была логика видимо кинокомпании сделать все таким образом чтобы значит у нас были грубо говоря телесериал с эдрианом полом а вот сейчас будет просто такая целая линейка фильмов с кристофером ламберта именно как приключение продолжение приключений конора маклауда вот там по сюжету шло то что еще там где-то с конца 16 века конор с неким кейном другим бессмертным там сражался и этот кейн оказался заперт в пещере где-то в японии вот и вот там через 500 лет что называется откопали и вот у них опять противостояние возобновилось но честно говоря вот я считаю что этот фильм он очень вторичен по отношению к первому фильму ко второму фильму и сериалу то есть там идеи по факту оттуда вы заимствованы то есть своих каких-то идеи оригинальных там почти нет вот и в принципе она считаю что с этой точки зрения этот фильм самый неудачный конечно смотрибеленный достаточно то есть я его сам с удовольствием пересмотрел буквально недавно вот но действительно очень уж он вторичен то есть некоторые сцены они прямо так чувствуется что заимствованы из того что я перечислил и в году где-то наверно 98 может 99 а мускай фуде с восьмом еще по ртр тогда была общероссийская премьера второго горца то есть рт даже специально сделала для этого случая дубляж то есть там все-таки была история что бессмертные это пришельцы изгнанники с планеты за из вынуждены сражаться с друг другом вот а приз это будет именно либо возможность состариться на земле простым человеком либо вернуться обратно на за из вот и в принципе скажем так есть вот с этим фильмом то есть ряд проблем потому что видимо с ареста особо не но не очень понимали что они вообще как бы пишут тем более что кристофер ламберт очень настаивал на возвращение шона коннера так получилось что в первом фильме как мы знаем шон коннере погиб то есть персонажа на коннере имеется ввиду рамирес был убит и значит здесь вот просто как-то очень нелепо воскресили соответственно рамиреса при том то есть зачем мы как бы фильме этом нужен ну разве что кроме только начала где нам еще показывают как рамирес и коннер были вождями восстания на зайси против главного антагониста генерала катаны вот в принципе непонятно то есть убрать его и сюжету ну толком ничего не поменяется хотя сцена шоном коннере в этом фильме они принципе самые лучшие ну и значит здесь у нас что случилось то есть конор маклауд состарился значит то есть 2025 год у нас идет и он значит участвовал когда-то в девяносто девятом году в создании так называемого проекта щит чтобы защитить землю от соответственно как раз таки разрушения озонового слоя такое специальное поле защитного земли и и так получилось что озоновый слой за вот этим вот периметром восстановился а значит корпорация вот щит который осуществляет соответственно поддержку вот это вот защитного экрана прекрасно как бы об этом знает и от людей все это утаивает чтобы не потерять свое власти и влияние и вот есть так определенная так скажем группа террористов в который ходит некая девушка луиза которые соответственно конора маклауда и находит чтоб он им что называется помог а значит кота она все не может успокоиться что свое время с зайца как раз таки был панер изгнан и он значит скажем так посылает своих каких-то помощников чтоб конора убить конор с ними сражается побеждает за получает их силу возвращает себе молодость воскрешает рамиреса и катана уже отправляется на землю сам чтоб разделаться с конором и рамиреса ну вот об этом был как бы фильм здесь вот скажем так затрагивалась проблемой экологии здесь именно объяснялась происхождение бессмертных то что они инопланетяне вот но этот фильм был позже признан не каноном то есть из скажем так горца он был что называется удален вот и уже только потом в двухтысячном году на урт была общероссийская премьера то есть горе с 4 конец игры в котором я тогда в детстве наконец-то увидел связь между конором и дурканом поскольку опять же напоминаю первую серию первого сезона телесериала горец я пропустил то есть действие а точнее не смотрел вот где и показывалась как соответственно конора маклауд нашел дункана на поле брони как он соответственно его тренировал вот и здесь соответственно у нас появляется очень интересно как я считаю злодей это джейкоб кэл у которого есть так скажем повод мстить конора маклауду убивая всех кого он любит потому что до этого честно говоря злодеи по крайней мере фильмах огурцы но они такие какие-то стереотипные плохиши были то есть они может были конечно харизматичны но собственно двигала ими только власть вот разве что только в сериале были какие-то интересные идеи в этом вопросе все-таки джейкоб кэл им все-таки двигала вот какая-то там жажда мести скажем так его больше вот этот вопрос как-то интересовала не обретение какого-то могущества вот и чем как бы хорош был для меня четвертый фильм тем что он как бы историю конора заканчивал но продолжал как бы так скажем историю дум ориентировался он уже на сериал как такое послесловие после сериала и соответственно дальше я называется посмотрел вот такой сериал про городца которому существование которого я даже не подозревал это горец вора нам рассказывали здесь уже об бессмертной такой вот аманди то есть знакомой донкана маклауда и в принципе этот сериал на самом деле вот я посмотрел в прошлом году принципе нас он действительно интересный но все-таки некой такой вторичностью по отношению к оригинальному оригинальному телесериалу отдает в том числе там даже некоторые кадры из флэшбеков аманды просто заимствованы тупо из оригинального горца то есть придержался он один сезон и потом к сожалению его закрыли то есть дальнейшем у нас самое что интересное аманда особо нигде не мелькала то есть не показывали нам скажем так ее фильмах то есть не в четвертом не пятом горца она не мелькала вот единственное что только в 2000 как бы восьмом году был такой насколько я помню короткометражный фильм горец воссоединение он по моему если не ошибаюсь шел бонусом какому-то DVD изданию телесериала где вместе соответственно собирались джо доусом самые скажем так долгоживущий на земле бессмертный митос которому уже несколько тысяч лет и вот как раз таки аманда и там насколько помню такая была вот 17 минут на короткометражка вот то есть на русском языке и не нашел есть она соответственно английском соответственно последнее наверное такое явление франшизы огурцы это как ни странно было аниме но честно говоря какой у нас сюжет то есть действие происходит в постапокалиптическом будущем то есть видимо так скажем мультсериал все так и не отпускал создателей творцов значит и у нас главный герой колин маклауд вот то есть опять же презентирование на маклауда но справедливости ради стоит сказать что колин он сам по себе не маклауд он был каким-то бритским вождем который еще во времена скажем так римского завоевания вот как раз таки бритов возглавлял вот и он так даже встретил соответственно своего врага марка октавия который тогда римлянами командовал и вот так получилось что оба они в одно и то же время обрели бессмертие и соответственно колин все пытается вот через может так сказать даже несколько тысячелетий отыскать и убить вот как раз таки октавия за то что тот когда-то убил его жену вот но с этим на самом деле интересно особенно то что нам показывают вот такие руины нью-йорк тоже такой высокотехнологичный город один существует в котором бьютятся какие-то остатки человечества и которым как раз таки марка октавии правят ну прямая такая вот скажем так прямой такой реверенс в сторону мультсериала вот и все таки очень многие что называется ругали такую вещь как горец источник то есть это был пятый фильм то есть его сразу даже не пускали в кинотеатрах его чисто делал так называемый скифи чанел вот про дальнейшие приключения дункана что дескать где-то в восточной европе был обнаружен так скажем источник с помощью которого бессмертные могут обидеть детей потому что собственно по именно лору вселенной горца бессмертные детей иметь не могут бесплодные при том бесплодные они и будучи еще смертными то есть пока свои даже бессмертия не обретут вот и как раз таки у нас тут присутствует вот вся старая гвардия фактически сериала то есть другом маклауд джо доусон и митос это нет как раз источник еще то есть об этом фильм в принципе самый серьезный его минус это конечно его бюджетность то есть прямо это чувствуется что он очень скажем так низко бюджетный что как будто это даже не какой-то там фильм сняты да там телеканалом что это какой-то фанфильм который просто затащили скажем так актеров из сериала и действие опять же таком недалеком будущем разворачивается когда опять же наступил апокалипсис определенный что там насчет в лесах решит какие-то банды каннибалов значит что значит везде хаос и анархия вот и снимали само что интересно его в литве то есть тоже недавно посмотрела в принципе ничего особо плохого сказать про него не могу то есть для меня пока самый неудачный горец это именно 3 то есть он самый так скажем без идей и самое что интересное значит в принципе для так скажем погружение во вселенную горца достаточно посмотреть первый фильм телесериал ну хотя бы там может там первые там не знаю два-три сезона его остальное уже по желанию и четвертый фильм в принципе такое вот представление в целом и франшизе можно получить ну а теперь дорогие друзья послушаем скажем так какие-то воспоминания огурцы вот об этой франшизе от наших многоуважаемых гостей которых я пригласил сегодня поучаствовать в нашем выпуске всем привет по поводу фильма горец маклауд мои впечатления ну честно говоря они детские потому как я смотрела в детском возрасте очень понравилось большое количество сцен с пейзажами ландшафтом горами и всевозможной флорой и пауной вот правда не очень поняла сначала смысл приключения между тем же ночным нью-йорком и и дяденька с мячами на парковке и древностью потом уже почитала аннотацию к фильму постарше когда стала поняла сюжетную линию и мне наоборот она очень понравилась такая идея вот этих приключений вот понравился актерский состав конечно же потому что харизматичные актеры и известные актеры которых уже мы видели во многих других фильмах интересного рандер понравился очень нужен конор естественно которого видела до того джеймс бонди также мне в детстве как и этому и всем понравилась когда он забирает силу своего оппонента детской возрасте всех привлекают спецэффекты магия что молнии и так далее мои воспоминания о фильме и сериале горец тебя как и многие моего поколения посмотрел где-то в начале либо в середине 90 конечно же он мне понравился про чувака бессмертного который живет из века в век и продлевает свое бессмертие убивают других подобных ему людей а точнее отрубая и головы но что мне еще запомнилась так это саундтрек там звучало песнях у вас то ли фарелы как потом оказалось группа queen но когда я был маленький я еще этого не знал но в душу тогда она мне уже запала потом когда я уже стал увлекаться группы queen я был тоже довольно таки молодой можно сказать еще ребенок и собирал по частицам а все песни которые только мог группа queen сидел слушал радио у меня было на готове кассета и я пытался записать что-нибудь новенькое от группы queen потому что на тот момент в кассетных киосках была всякая шляпа и кассеты группа queen ты мог найти ну максимум хороший сборничек а вот именно по альбомам ты этого найти не мог а на тот момент уже шел сериал по телевизору и в начальной заставке там как раз таки играла песня princess of the universe группа queen которую я очень хотел заполучить я записывал ее с телевизора но к сожалению там же идет как бы титры и там начинают во время песни именно объявлять кто актер кто режиссер и так далее как серия называется и это песня которая записывала на кассету она как бы ну теряла именно свой факт песни потому что ты слушаешь хочешь не гнуть песню там актер такой-то режиссер такой-то сценарист такой-то ну болит думаешь до такого хрена классная песня я долго ее искал а потом оказалось что все весь этот саундтрек у ван стали forever и как раз таки princess of the universe это песни из альбома кайта за magic который я купил намного позже и оказалось что вот эта вот вступительная заставка в сериале это не вся песня это маленький кусочек песню а песни настолько разнообразно и многопланово что просто бук срыв башки вот вот такие вот у меня воспоминания об этом сериале конечно же я могу долго рассказывать о том как мне нравился дункан маклауд который убивал разных антигероев именно в сериале но еще у меня ассоциируется это конечно же спортивным лагерем когда мы приехали туда и там не было в принципе ничего кроме телевизора и видеомагнитофона и мы до дыр досмотрели засмотрели именно эту кассету с горцам именно с сериалом очень хорошие воспоминания меня уже но как раз таки на спортивную тему такие ностальгические когда я еще будучи подростком ездил спортивный лагерь по борьбе вот вот с этим у меня ассоциируется и сериал и фильм в моей жизни с музыкой и с моими спортивными увлечениями как-то так здравствуйте все уважаемые зрители я рок-ведьма и на да как я уже сказал это был не самая популярная франшиза но все-таки какие-то воспоминания детства пусть и весьма смутные у меня есть а первом фильме который нам представила концепцию бессмертных которые остаются бессмертно когда первый раз умирают и должны бороться с друг другом пока не останутся останется только один и у нас первом фильме был как раз представлен а клан маклаудов и нами ображаемый наставник главного героя рамирес который мы все очень любим а во втором второй фильм а нам повествовал а где далеком будущем который конечно уже сейчас наступила но тогда было еще и еще недалеким и как раз таки чем было интересно посмотреть на концепцию на нашу парочку героев именно фантастическом сеттинге и как раз этот фильм понимал проблемы экологии там затрагивалась проблема истончения озонового слоя который на планете истончился и люди не могли выходить наружу без так далее защитных средств потому что в них возникал рак кожи и солнечная радиация там выжигала города и людей как раз таки этим был интересно как раз таки помните в те времена было еще активно движение зеленых как раз таки было актуальные вопросы парникового эффекта истончения озонового слоя это было очень интересная задумка для серии единственное что она не нашла отклик и у всех фанатов и на этой эта линия будущего она была завершена этом по втором фильме и он перед ней считался каноничным также был интересен сериал горец единственное что в детстве попадала у него не на все серии хотя отдельные серии были хороши и интересные и поднимали разные вопросы разные ситуации были очень много разных бессмертных был бессмертный мальчик который манипулируют тем что он ребенок и таких серий там было много там был кстати вопрос там один из героев в одной серии когда бессмертие пришло человеку с синдромом дауна они его защищали но вот если бы они не сказал что там был сквозной сюжет я бы это никогда не узнал также мне очень запомнился и даже его пересматривала мультфильм горец где действие перенесено в постапокалипсис и далекое будущее там была очень красивая рисовка а был постоянно интересный сеттинг единственно что а сериал при он мне очень нравился в детстве там был как раз таки новая версия рамироса последний за баклаут и последний из рода и там был город бессмертных ну и остатки человечества которая существует между средневековым и остатки былой технологии там был интересным показе показан переход силы от одного бессмертного другому как оба была хорошая визуализация так что интересных идей там было много но не все они были реализованы а кстати нам мы же все любим так дальше горца за пести queen и у многих это осталось еще с детства всем пока здрасте здрасте люди добрые специально для канала барина арчибальда игоря соловьева питерского сомелье ретро игрового аристократа и книжного оберфель фебеля четвертой гильдии я решил записать коротенькое видео на тематику горц этот вот несколько моментов себя пометим на бумажке касательно сюжета и каких-то детских воспоминаний я не буду рассказывать сегодня мне не охота в сегодняшнем выпуске рассказывать как я был маленький как смотрел горца как мне все нравилось ну пару вещей конечно скажу которые в детстве меня цепляли на меня моих сверстников товарищей друзей детства конкретно конечно мотивировала тема мечей поднятые в этом фильме до такой степени что мы сами научились их изготавливать и применять делали их из дерева ну и друг друга фигачили ими делали как из веток из клёна из орешника получались такие типы самурайских мечей и делали также и штакетника и штакетника уже более получались такие вот рыцарские более тяжеловесные мощные мечи и хреначили друг друга почем зря кроме как по голове ну и по голове иногда конечно прилетало вот и когда в детстве я еще с утра вставался вот так в кроватке перед школой когда вот так вот потягивался евал вот так вот и я всегда представлял как будто ну когда в горец срубает кому-нибудь голову в него такая вот сила переселяется вот эта вот энергия жизненная и я вот так вот делал и представлял себе вот эти вот моменты из город как будто я и есть горец в детстве юношестве у нас в деревне там мало каналов был сначала был вообще-то к 1 и 2 канал потом еще прибавили пару штук вот постоянно крутили по нему первые три части и сериал с полом блин забыл как его зовут уже не пол андерса ну короче неважно с другим актеришкой который играл не конора маклауда а думка на маклауду по тем временам все это конечно доставлял удовольствие но если уже сейчас здравомыслище к этому подойти скажу лишь что мне понравилось 1 2 часть горца но 1 гораздо больше чем 2 действительно оба годные фильмы все остальное ну чистый проходняк даже не знаю у меня нет к ним никакой-то ностальгической любви ничего то еще по тем временам для там для десятилетнего возраста или даже младше все конечно пошло бы все бы зашло но сейчас от пересматривать я не намерен нравится мне только 1 2 части специально для обзора кстати специально для того чтобы высказать вот свое мнение я даже пересмотрел первую часть по просьбе игорь к чтобы записать вот этот видео я пересмотрел первую часть горца и провел некоторые параллели которые как мне показались были заимствованы режиссером фильма горец которого зовут малки хи или малки хи я даже не знал и ух до этого вот про заинтересовался википедии нашел его фамилию мне кажется он их позаимствовал некоторые свои моменты фрагменты некоторые кадры и некоторое вдохновение и мотивацию к созданию горца после просмотра кемериновского терминатора первой часть очевидно же сейчас проведу некоторые сравнения например имена главных героев но это самый как бы очевидны джон конор в терминаторе и конор маклауд в горцу ну то есть есть нечто созвучное кайла рис когда прибыл короче из будущего в прошлое отобрал одежду у бомжа потом приоделся еще в магазине одел вот эти вот бросовки nike на липучке судя по всему на момент 80-х годов крайне модные внешне представляет из себя точно такого же конора маклауд который одет в джинсы в пальтишко такого же фасона и такой же расцветки и в точно такие же белые майковские кроссовочки потом дальше идем колган колган вот этот кланси браун которую сыграл кланси браун известный актер второго плана который мне особенно запомнился по своей коротенькой но значительные роли в звездном десанте я не соображу какой толк от этих ножей в ядерной войне боятся руку к стене приложить руку к стене было косо противник не нажмет на кнопку если вы лишите его руки и примерно такой же коротенькой но значительные роли даже не второго может быть даже третьего плана в побеге и шоушенка ну и так кое-где он мелькал но это как бы основополагающие его роли в том числе и роль колгана который мне кажется вообще идеально подходит вот для актера такого типажа внешне по стилю одежда также он напоминает терминатор из первой части терминатор сцена в гостинице что в первой части терминатора когда он там приготовил свое оружие чтобы вечером там выйти в окно и исполнить свою миссию по уничтожению сара коннор очень похожа и очень повторяет эту сцену сцена опять же в гостинице когда клэнси браун достает расчехляет свой меч достает его из коробочки собирается рукояткой ну и машет им по комнате как бы тоже тренируется разогревается прежде чем выйти на улице по моему в нью-йорке дело происходит выйти на улице нью-йорка и исполнить свое предназначение срубить голову всем оставшимся бессмертным в том числе и коннору маклауду я думаю если порыться поглубже в этих двух фильмах можно найти опять же моменты заимствования ну можно конечно это отрицать но на мой взгляд это очевидно и даже не подлежит какому-то оспарению это неоспоримо короче вот буквально вчера пересмотрев первую часть я убедился что идеально конечно подогнаны роли под актеров и или актеры подогнаны под эти роль очень хорошо подошла роль и знаменитейшему харизматичному одному из самых талантливых наверное актеров за всю историю синематографа сэру шону коннери царствие небесное но про клэнси браун я уже сказал и мне кажется это одна из лучших ролей кристофера ламберта именно в первом горец во втором но во втором мне кажется на нем и держался весь второй горец по большей части вот такой вот коротенький экскурс в прошлое сегодняшнее и настоящее специально для канала игоря соловьёва всем господа хорошей игры спасибо за внимание и до новых встреч и завершить сегодняшний выпуск хотелось собственно информация по поводу книг огурца на русском языке значит как ни странно книги про горца выходили на западе то есть была точно новализация первого фильма и были книги по мотивам телесериала написаны вот то есть к сожалению на русском языке они не выходили но вот у нас как минимум выходило три вот таких книг от отечественных авторов то есть горец 1 и 2 то есть был он в издании бестселлеры голливуда был он в издании от издательства мария значит горец 34 который выходил только от издательства мария и соответственно горец от сокровищница боевой фантастики и приключений от издательства русич и давайте тогда них сегодня поговорим горец 1 2 3 4 у нас значит заявлены за авторством некого кристофера лоренса макнамары но на самом деле под этим псевдонимом скрывалась получается два автора глеб киреев и григорий паченко новализация просто первого фильма но самое что интересно то есть авторы вот когда начали писать этот как бы цикл ориентировались на второй фильм то есть как бы не их вина что сами потом создатели признали этот фильм не каноном но именно автора отталкивались ну точнее писатели наши отталкивались вот того что значит бессмертный у нас пришельцы с планеты зайс вот и в принципе первом скажем так в первом романе сделали такой в первой новолизации такие удочки закинули на эту как бы отсылку и соответственно 2 на самом деле очень хорошо как бы описали то есть какие-то вещи пропуская это сказать точнее скажем так поправляя которыми честно говоря во втором фильме даже в режиссерской версии были проблемы вот принципе считаю что получилось у них хорошо то есть и пожалуй это на на самое вот говорится 1 и 2 самая лучшая книга новолизация именно горца изданные на русском языке значит в принципе есть тут еще и кое-какие расширения ну вот то есть например был такой вот друг скажем так конора кастагир с которым он встречался вот в нью-йорке то есть тоже бессмертный вот с которым он не враждовал вот он по фильму погибала от рук кургана значит здесь как раз таки была целая вот такая глава посвященный их знакомству то есть как они там познакомились при каких обстоятельствах вот также были расширены сцены именно как раз таки и тренировок то есть кто как ромира странировал маклауда но правда есть кто-то не скажем так такие незначительные огрехи то есть он у нас тут конан соответственно а значит курган у нас здесь почему-то он значит получается у нас маккредер втором значит фильме у нас именно подробно описано само восстание на планете соответственно заист в принципе имена на зайсе у конора и рамиреса были совсем другие то есть они на манер мира лакатаны были названы по типу мечей различных то есть это только подчеркивало что именно конор и рамирес это их земные имена воскрешение рамиреса было более здесь обусловлено не как фильме что смотрелся там как лишний какой-то элемент убери его и сюжета ничего бы не пострадало нет здесь он именно что называется обоснован что в принципе хорошо ну и вообще можно сказать что вот второй горец у соответственно паченко и киреева удался на славу то есть удовольствием его даже прочел больше чем скажем так первую книгу значит во второй получается в таком втором томе который у нас был только от издательства мария вот значит у нас как получилось то есть часть 3 так называемый горец 3 это из себя представляет две серии сериала с адреном полом то есть чем была проблема начале 90-х как раз таки у нас вот еще данных пишущих кооперативов под названием горец 3 можно как раз таки было встретить именно две вот таких между собой склеенных серии сериала ну и тут как бы уже не вина авторов что они на такое наткнулись но вот значит они как бы две серии то есть первую девятую серию первого сезона борца сделали это скажем ее новолизацию в принципе здесь надо признаться что она тоже неплохо написано хотя уже как бы похуже чем горец 1 и 2 вот и в принципе такие слабые места я считаю это как раз таки описание от лица скажем так ричи района то есть одного из персонажей сериала кто тут от его лица есть такие вставки вот в остальном в принципе на самом деле достаточно неплохо написан то есть хорошо читается то есть жалко я считаю что авторы не продолжили новолизацию именно серий то есть можно было и дальше городцев писать было бы интересных перечитать потому что ну скажем так авторить написать умели у них это в принципе неплохо получалось вот и при том что здесь какие-то такие особо там может жестокие или там постельные сцены здесь принципе авторы немножечко так опускают то есть видимо чтобы это могли спокойно читать и дети вот за что их могу похвалить а вот город с 4 значит это у нас как раз таки собственное произведение получается киреева и паченко про как раз таки приключения конора и дунка на в шотландии 17 века ну в принципе самое что интересно на западе действительно выходила книга с похожим сюжетом то есть про их совместные приключения и значит самое что интересно это все-таки был четвертый горец значит он пересекается как раз таки с четвертым фильмом который вышел гораздо позже то есть фильм напомню вышел двухтысячном году вот эта книга еще в 94 ну вот и значит некий параллели здесь в принципе найти можно вот единственно что скажем так есть ряд проблему этого произведения то есть как вы помните восьмом выпуске читальной избы я хвалил очень сильно как раз таки третьего хищника то есть собственное произведение по вселенной хищника от ивана сербина подтягиванием артур к варе ну вот здесь сожалению так похвалить 4 горца от киреева и паченко я не могу то есть тут есть как бы ряд таких у них нестыковок хотя они как-то пытались все вместе подытожить то есть первого второго что называется и скажем так третьего горца не что они писали это как такой видимо завершение своеобразное честно конечно написано как бы неплохо вот но по крайней мере все честно говоря читабельно то есть какого-то вот отторжение у меня это не вызывало в принципе почитал я все с удовольствием даже вот самое что интересно можно прочитать здесь аннотацию где вот такая пометочка в третьей четвертой части цикла горец читатель вновь встретиться с бессмертными воинами мира заист идущими по земле через века и события и неизменно сражающимися во имя страшного и мудрого изречения остаться может только один меняются времена и нравы но добрый клинок и отсеченная голова всегда остаются сами собой и поэтому продолжается игра вечных со смертью а горца шатанского клана маклауд не расстаются с мечом висит ли он на поясе традиционной юбки килта или прячется под современным двубордным плащом господа читатели помните четвертая часть горца поражающая точностью колорита средневековой шотландии до сих пор не экранизирована главные герои романов сверх люди представители древней мифической расы которые обладают даром бессмертия но неумолимое правило заставляет их постоянно сражаться друг с другом но было еще соответственно и третье у нас книга так называемый горец якобы за авторством расала молках и вот соответственно издательство сокровищница боевой фантастики приключений то есть издательство русич получается это совместная смоленско-минское издание то есть русско-белорусская значит на этой книге у меня даже есть автограф владимира епифанцева вот он не здесь расписался так что ценность ее сразу возрастает и вот как раз таки авторы вот этих уже новолизаций были пресловутые братья адамчиковы то есть я это говорю как будто называя имена каких-то скажем так криминальных авторитетов из 90-х то есть в принципе на обложке у нас как раз таки раз стала малках и указан ну вот если мы значит это лист перевернем то увидим что горится роман и импровизация по фильму под редакцией б.в. адамчикова м.в. адамчика значит что я могу сказать то есть я с большим скепсисом подходил к именно новолизациям от братьев адамчиковых поскольку по наверное получается пятому выпуску читальной избы книги о рыбакопе то есть работе полицейском я как раз их новолизацию 1 2 части рыбакопа обозревал которая напоминала по факту краткий пересказ соответственно по школьной программе литературы для школьников то есть вот такие книжки выходят где там вкратце на новый аз что называется переводят какие-то вот произведения так скажем русской литературы вот здесь надо все-таки отдать должных хоть как бы что первое что 2 новолизации они уместили буквально в 100 страниц но это действительно уже можно назвать новолизации значит единственно что у нас тоже тут не обошлось без никаких козяков потому что у нас соответственно клан маклаудов называется здесь мак левлудами курган называется караганом а генерал катана называется генерал катану ваше здоровье вы что себе позволяйте здесь так написано где вот ваше здоровье владимир и надлежит революции не заметил не заметил дальше вот единственно до чего как бы я так скажем глобально могу докопаться это конечно до того что значит как бы ромиров вместо фразы что в безопасности ты можешь быть только на святой земле там мы не сражаемся говорит что-то вроде безопасности ты можешь быть только в своем доме что полный бред и допустим у читателя который не смотрел фильма просто купил эту книгу на почитать вот может сложиться такое вот интересное положение что когда он доходит до того места где в фильме соответственно конор и курган встречались церкви то есть возникает такое вот ощущение почему они вот не дерутся в этот момент то есть можно было здесь все таки раз она всегда спор решить потому что враги наконец-то вот сошлись грубо говоря друг другом и вот то есть авторы никак это не объясняют в то время как допустим новолизации от киреева и паченко этот момент есть вот в целом даже авторы умудрились перевести и срифмовать песню группы queen who want to live forever то есть у даже ее текст есть я ее даже сейчас зачитаю это время не для нас это место не для нас то из чего выстроены наши мечты ускользает от нас кто хочет жить вечно то хочет любить вечно но шанса нет для нас все решено за нас этот мир дарит лишь один сладостный миг что быстро проходит кто хочет жить вечно то смеет любить вечно кто хочет жить вечно кто смеет любить вечно когда любовь должна умирать ну а суши свои слезы моими губами коснись меня кончиками пальцев и мы сможем коснуться вечности и мы сможем любить вечно вечность это сегодня кто хочет жить вечно кто ожидает вечно кто любит вечно вот но в целом что могу сказать сравнению с рыбокопом это уже большой шаг вперед хотя соответственно тоже можно сказать что не фонда в этом вопросе вот а значит возрождение в принципе это уже действительно попахивает такой вот серьезной новолизации тут даже самое что интересные авторы умудрились описать то как значит уничтожался озоновый слой земли значит какие с этим были проблемы что значит что фильме только краем там скажем так глаза показывалась вот что значит очень сильно пострадала африка от вот этих как раз таки проникового эффекта на рост числа ракобольных соответственно вот то что было куча проектов от разных стран по защите земли от разрушения озонового слоя то что победил соответственно проект доктора неймана и как раз таки маклауда которые здесь макле будут вот то есть и почему именно он победил да то есть и то что значит все вот эти установки которые вот этот щит обеспечивают называются по месяцам именно это что значит вот группа луизы это у нас именно называется декабристы в прессе поскольку они скажем так нападали именно на скажем так установку декабрь конор воскресил рамиреса то есть точнее как он это сделал тоже объясняется хотя и по-своему на вот и в принципе какие-то сцены здесь немножечко расширенные в этом вот вопросе это как бы тоже есть вот хотя некоторые моменты они действительно какой-то фанфик напоминают потому что например соответственно у паченко и киреева вот в этой как бы книги то есть город за 12 как раз таки с этим полный порядок то есть он действительно напоминает полноценную новолизацию его хотя бы не стыдно таковой назвать вот то соответственно убрать фаданчиковых у них как раз таки все-таки это немножко как бы так топорно сделано и честно говоря вот если здесь соответственно у нас допустим тот же самый киреев паченко пытались как-то 1 2 фильм связать то есть писали именно на основе скажем так все второго фильма вот здесь как бы это немножечко разные произведения получается что как бы первый фильм в отрыве как-то 2 идет если там где-то только 2 там новолизация у них более менее до конца там дочитать как становится есть нам между ними связь хотя все равно они как-то очень монитором она друг от друга выглядят вот ну вот второго борца я уже могу похвалить то есть можно его принципе почитать значит в принципе тоже рука лицом я не возникало есть несколько действительно интересных идей есть расширенные как бы так скажем сцены но вот так что в принципе это я все могу похвалить но и завершение наверное сегодняшнего такого длинного выпуск он видимо очень большой получится то есть я значит и как ведьма и на зачитаю вам фрагменты вот этих двух книг как разные авторы показали одну и ту же самую сцену воскрешение рамиреса если бы под фундаментом одного из лэрхских театров кто-нибудь удосужился произвести раскопки то весьма возможно там был бы обнаружен еще один фундамент который в свое время нес на себе громаду боевой башни и донжона конечно не сейчас не в прошлые времена донжон незачем было сооружать в самом самом городе но пол тысячелетия назад это место находилось далеко за городской чертой впрочем и сам лэг в то время городом по сути не являлся там несколько домов и церквушек под замковой стеной может быть и осталось там несколько камней прежнего фундамента но уж наверняка ничего не сохранилась от одинокой могилы вырыты некогда рядом с донжоном но разумеется никто не производил таких раскопок с какой стати чтобы ему пусто было сорванцу бутылку ренского были бы нога на голову что вы скажете этот череп сэр это череп елика колесского скомороха и могильщик швырнул упомянутый череп на кучу взрыхленной земли этот этот самый дай сгну и гамлет наклонившись подобал мертвую голову бедный елик спектакль был обычен не лучше и не хуже огромного множества гамлетов что были поставлены в разное время и в разных концах земли никто и не ожидал от него чего-либо особенного и когда это свершилось трудно сказать кто был потрясен более актеры или зрители пожалуй все таки актеры холодный вихрь прошелся по сцене между гамлетом играться на сцене возник человек он появился буквально неоткуда и замер остановившись каком-то странно незавершенном движении потом рука его судорожно метнулась к левому боку снова нащупывая эфес но пальцы замкнулись пустоте ничего не было сейчас у него на поясе первые из шока вышли зрители в конце концов театр ныне предподносил и не такие сюрпризы и техника была пригодна для организации внесапных появлений и режиссерский замысел вполне мог втиснуть традиционные идущий спектакль и такую вот фигуру к тому же одет незнакомец был примерно так же как и актеры на сцене бог знает за кого его приняла публика быть может даже внезапно материзовавшегося королевского скомароха во всяком случае она заплодировала но вот актеры тем кто находился на сцене пришлось куда труднее и дело даже не в том что появление незнакомца застала их расплох просто все трое совершенно точно видели что на этом месте не было ни потайного люка не вообще ничего кроме досок сцены ничего бедный юрик я знал его город со исполнитель главной роли попытался сделать вид что ничего не произошло вновь появившись опять-таки довольно странным движением ощупил свою шею ага понимаю пробал он почти про себя так тихо что его услышал только магийщик отспеневшись за ступом в руках понимаю я здесь погиб и это наверное мой череп незнакомец снова потронул свою шею будто проверял не на месте ли голова меня зовут рамирос сказал он слух зрители уже не просто аплодировали поедам прошелся откровенный смех я знал его граццо голос гамлета сорвался на откровенный виск но артист продолжал поддерживаться прежней тактики с минуту рамирос присматривался к нему потом снова вмешался монолог простите что я мешаю вашей столь занимательной беседе но ваш товарищ по моему явно не способен вам отвечать вот здесь должны были двигаться губы которые я целовал не знаю сколько раз актер не отказ отвлекался ни на что но был уже состояние близком к стейке зрительный зал изнемогал от смеха а все таки почему явно впишу в этот мир в уголках глаз рамирос разбегались веселые морщинкины но этот вопрос не обращен никому конкретно он явно задал всерьез где теперь твои каламбур твои смешные выходки твои куплеты гамлет продолжал свой монолог не соображая что лишь нагнетает всеобщее веселье рамирос посмотрел на него вы все-таки надеетесь что он вам ответит спросил он с искренним сочувствием это было последней капли слушай ты деньги рад актер ярости повернулся к нему пошел ты тут он произнес нечто такое с чего рамирос не понял зато отлично поняли зрители судя по их реакции рамирос озадаченно сдвинул брой куда и тут он совершенно независимо от происходящего вокруг понял что действительно должен куда-то идти встретиться с кем-то давно ему знакомым это и было условием его нового воскрешения это чувство мелькнуло и тут же пропало одно можно сказать актеру очень повезло что его последние слова остались непонятными на сцену из-за кулис выскочил режиссер он был вне себя от ярости это гамлет или не гамлет вопил он мы пьесу шекспира играем или несем от себя тяну и тут он замер наткнувши взглядом на рамироса вы все припутали вежливо пояснил тот во первых гамлет это не пьеса археоника во вторых написал ее не шекспир а саксон грамматик шекспир кто бы ни был вряд ли будет писать пьесы эта фамилия потомственных воителей и вдруг рамирос замолчал потому что чувство исчезнувшее было внезапно вернулась заполняя все его существо теперь он отчетливо слышал зов прошу простить но я вас покидаю меня действительно ждет далекая дорога позвольте и он вынул из ножен на боку совершенно обалдевшего принца датского его шпагу быстро но с достаточно галантностью поклонился рыдающим от хохота зрителям рамирос под школ аплодисментом удалился со сцены вечером гленка шел дождь сверкали молнии гроза здесь как и повсюду на земле гремела каждый день но вот группа шекспировского мемориального театра из странфорда на эйвоне приезжала в небольшой шотландский городок на реке спей нечасто сюда вообще мало кто приезжал сегодня последний день месячных гастролей гости давали гамлета с первым трагиком великобритании маккормик в главной роли нужно было смело идти в заклад что в городе никто не слышал о нападении на установку декабрь о которой неустанно твердили во всех уголках земли средства массовой информации гленка сегодня вечером слушали давнюю историю датского принца практически весь город с мэром и местным судьей во главе заполнили ветхие но заново окрашенные по такому случаю скамье своего гленкуса недавно начался последний пятый акт вечной трагедии маккормик сегодня был в ударе и уже предвкушал бесконечные овации так его встречали на гастролях во всех городах топа и удалились со сцены могильщики каналии это были местные доморошенные актеры подменявшие заболевших стива и джона талкеров они едва не загубили спектакль волосатый недотёпа первый могильщик уронил череп бедного юрика и теперь большим пальцем маккормик вынужден был прижимать едва не отлетевшую нижнюю челюсть муляжа но ничего он вытянет роль монолог на кладбище у маккормика обычно шел при гробовом молчание пауза всегда держи паузу до конца этот урок актерского мастерства он помнил всю свою сознательную жизнь дотянув до предела когда зрительское терпение должно было бы сломаться сорваться недоумением и перешептывание маккормик выдохнул вы бедный юрик я знал его горацию теперь надо вскинуть глаза и держать держать выражение познание древности всего земного в этот момент раздался не сильный треск разрядов будто небольшая молния пробила крышу старого театра между гамлетом маккормиком и горация стивеном блэком неизвестно как очутился шотландец ну да натуральный шотландец в охотничьем камзоле таком старом что все уже забыли в каком веке был моден его необычный покрой неизвестно откуда появился и без тени смущения стоит на сцене и руками отвешивает реверанс маккормик никогда раньше не встречал этого человека но выражение его умных глаз его улыбка где-то актер их видел раньше мелькнуло странное подозрение американский комикс стере маккормик слышал что тот гастролирует где-то здесь шотландии в театральном мире ходили многочисленные легенды о розыгрышах на которые американец был большой мастер мизансцена была именно в его духе ловушка идиотов могильщиков тоже подсунули маккормик с ужасом думал о том что сейчас начнется в театре уже слышали смешки и недоуменные вопросы в зале стивен блэк застыл столбом от удивления так и стоит с отвисшей челюстью маккормик сам с трудом удерживался от смеха при виде бесконечной ошарашенности партнера через мгновение к нему вернулось утраченное самообладание и первый трагик великобритании решил принять вызов первого комика америке маккормик снова начал монолог гамлета мой бедный йорик а знал его горацию с интересом выслушав сообщение и недоуменно оглядев череп незнакомец повторил свой реверанс и заранее извиняя ненормального с черепом вежливо представился вообще-то меня зовут рамирес у гамлета непроизвольно вырвался первый смешок смех нарастал и в зале провал становился неминуемым и признавая свое поражение маккормик умоляюще прошептал комик пожалуйста уходите отсюда нет капкан захлопнулся это так называемый рамирес используют шанс до конца самым непосредственным видом еще раз извиняется отвешивая второй поклон и задумчиво пристраивается за спиной делает вид что вслушивается в доверняка знакомый с детства монолог человек бесконечно остроумный чудеснейший выдумщик он тысячу раз носил меня на спине у меня ком горло подступает при одной мысли пытался продолжить маккормик он был великий трагик в этом месте зал обычно рыдал но теперь все зрители довелись от смеха рамирес заложив руки за спину вышагивал вслед за чудаком замызганном кафтане с мечом явно знатным но обедневшим дворянином и удивленно вслушивался в его горячечный бред простите что помешал вашему разговору но маккормик чересчур зачастил услышав за спиной начало явно заранее отрепетированной реплики он решил портить игру соперника не давая тому произносить домашние заготовки и выдавать их за экспромты я тысячу раз беседовал с ним моем воображении а теперь как отвратительно мне себе это представлять здесь были губы которые целовал сам не знаю сколько раз рамирес недоумевал то решился доверить сумасшедшему оружие то что сейчас услышал собственными ушами не укладывалась в голове более очевидных признаков потери рассудка и быть не могло даже товарищ чудака раскрыл рот в изумлении видимо помрачнение разума начало проявляться только что возможно причиной этому стало его рамиреса неожиданное появление тогда для бедняги еще не все потеряно можно попытаться ненавязчиво вернуть помутившийся рассудок действительности сэр конечно чтобы вы не чувствовали господа друг другу но разговаривать с пустым черепом это знаете ли все все было кончено этот рамирес добил его окончательно нервы маккормика не выдержали на смех зале он уже не обращал внимание забыл и о трещине в черепе опустил его пальцем юрик при каждом шаге глухо пощелкивал беззубым ртом с каким удовольствием маккормик повыбивал бы ровно поблескивающие зубы рамиреса не беда что тот и ростом пошире повыше и в плечах пошире ведь он маккормик шотландец в чем дело что за срань ты несешь дерьмовая голова рамирес опешил такого он еще не слышал на земле но фраза сразу же понравилась своей звучностью что такое дерьмовая голова спросил он маккормик просиял теперь он был готов простить рамиресу сорванное представление наверняка угробленную карьеру трагика всемирно известный актер возвышенный в монологах и неземных страстях на сцене в жизни оказался простым коллекционером бранных выражений черт побери этот рамирес начинал ему нравится да и вообще смех зале намного приятнее слез напряжение на сцене стало спадать но тут на выручку артисту выбежал вызванный кем-то менеджер труппы широкоплечий плотный папаша кирстан в нем было пудов 6 мощного полного энергии тела всюду опаздывая он возмещал потери времени тем что при появлении начинал действовать сразу же выскочив из-за кулис кирстан замахала руками крикнул рамиресу уходите со сцены маккормик внимательно наблюдавший за санчесом мог поклясться что при слове сцена в глазах рамиреса мелькнуло озарение просветлевшим взглядом обвел тот портер галерку сцену потом перевел взгляд на него маккормика прошу извинить ты смотри в гленка появился театр рамирес представил как его появление должны были воспринять зрители актер и усмехнулся играть так играть рамирес без всякого смущения поклонился публике и трагически продекламировал пожалуй действительно достаточно этих бесполезных слов мне пора пора в путь рамирес направился к выходу город смог материализовать его на земле у него хватило на этой энергии вероятно у маклев луда состоялся поединок с кем-то из бессмертных возможно конору сейчас грозит опасность если так то стоило вооружиться рамирес резко повернулся подошел к маккормику и вытащил у него из ножен меч слава богу клинок был не бутафорский дурачься от радости рамирес поклонился обезоруженному маккормику прощай дерьмовая голова потом отвесил и реверанс публики захлебывающийся от восторга прощайте и вы и размашисто пошагал в свой далекий путь маккормика самый злейший враг не упрекнул бы в тугодумии конечно незнакомец не был великим комиком стере но кто он этот рамирес маккормик не знал он только мог поклясться что в зрительном зале а может и во всей англии никто не объяснит откуда взялся таинственный шотландец странном охотничьем камзоле великий трагик не удивился бы увидев как и рамирес у выхода из театра задержался у зеркала внимательно рассматривая свое отображение как удовлетворенно пригладив лысеющую голову и поправив за поясом меч хмыкнул неплохо сохранился рамирес оторвавшись от зеркала широко распахнул дверь и вышел силы в серый полумрак позднего вечера шагнув прямо на транзитное шоссе пиверенс ворвар проходившие близ черного входа в гленкус санчес едва не попал под черную громадину автофургона отпрянув и с интересом проводив взглядом быстро исчезнувшую громаду пеннингтона пишащую к энергоустановки февраль рамирес задумчиво произнес какой прогресс со времен лошади с вами был барин до новых встреч дорогие друзья спасибо всем гостям что приняли участие в этом видео берегите себя и своих близких удачащая губернатора Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова